Это история нашего города, это история моего города. И когда читала, то именно вспоминала те места, тех людей, которые шли бок о бок. Поэтому это необходимо, просто необходимо, и тем более нашим детям, которые потом будут узнавать эти же наши места. Ну, правда, не всю, но, так сказать, вот выборочно читала, и, так сказать, и постоянно листаешь. И каждый раз находишь что-то новое, 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 и даже перечитываешь. И опять находишь. Я как-то Сергею сказал, Сергей, а ты не боишься, если тебя кто-то скажет, а, ты, Сергей, не так написал, и поколотит. Он говорит, нет, это я всегда нахожу, так сказать, ответ. Говорю, это мое мнение, это я так видел в то время, и... Книга совершенно уникальная. Ну, тут уже столько говорили, что это летопись, это вообще потрясающе. Просто никто таких книг не писал, потому что уникальная сама деятельность. Вот, вот, тонуса. И мы подружились с тонусом, несмотря на большую разницу в возрасте. Вот мой муж, Борис Викторович Ведьмин, как раз последний год его жизни был, и он выступал на тонусе. И я за это бесконечно благодарна букву, за такое доброе отношение. И меня поразил коллектив, вот, таких друзей, единомышленников. И все это, что поразительно, сохраняется в десятилетии, это же ни год, ни два. И то, что там в книге, письма юношеские, вот, еще и совершенно молодых людей, которые еще не знают, что они будут делать, но они... Их тяга к знаниям, они так хотят сделать много хорошего. Это просто такой пример для всего поколения. Я так думаю, что нашему городу действительно повезло, что есть такая книга, и есть такие замечательные герои, о которых там написано. И есть те люди, и автор этой книги, Сергей Боков, и те, кто ему помогал ее составлять, писать, издавать, верстать. Это здорово, что такие люди есть. А вся книга пронизана любовью, искренней любовью к городу, к родному городу, и его жителям. И это прекрасно. Дорогие друзья, а если мы вернемся все в тот же далекий 1985 год, в то время еще ничего невозможно было сделать без горкома комсомола. Владимир Николаевич Коротков, в то время первый секретарь горкома комсомола. Добрый день. Очень приятно всех вас видеть. Я вот слушал выступление, смотрел фильм и вспоминал, как первый раз увидел Сергея. Тогда, будучи первым секретарем горкома комсомола, Женя Колобаев, он был заведующим отделом, приходит ко мне и говорит, есть, говорит, вот такой талантливый, интересный парень, творческий парень. Нам нужно его привлечь. Ну давай, будем знакомиться. И Сергей в свое время начал активную бурную деятельность здесь, в городе. Началось это с так называемой акции паруса мира, если кто помнит, где Белый пруд, это был и вертолет, это был и плот, и артисты. И тогда пошла традиция проведения вот таких массовых мероприятий. Массовых мероприятий, в котором он был заводилой. Сергей, наверное, еще много бы мог сделать. И, наверное, много сделает. И хочу ему пожелать в этом успехов. Первым быть непросто, но именно первых помнят, в равной степени ругают и хвалят. В 1987 году был образован первый в Советском Союзе молодежный центр «Тонус». В 1988 году в Загорске «Тонус» провел первый праздник – День города. В 1991 году «Тонус» начинает строительство первого молодежного жилищного комплекса «Город Солнца» в районе Северный 6. «Тонус» первым начал давать новые названия улицам – Покровская, Рождественская, Славянская, Потешный переулок, Троицкий бульвар и другие. И в этот же год «Тонус» первым начинает благоустраивать и возводить на привокзальной площади новые торговые ряды по проектам Виктора Журавлева. В 1993 году «Тонус» дарит жителям города первый местный телеканал, который также получил название «Тонус». Первая новогодняя елка и массовые гуляния на Советской площади появились в 1995 году благодаря «Тонусу». Под мохнатой разряженной елью «Тонусовцы» провели незабываемую встречу Нового года и тогда же осуществили первую прямую телевизионную трансляцию с праздника. Затем опыт прямого эфира продолжится и Сергео Фассаци увидит себя по телевизору еще и в день города. В 1997 году грянет первая Братина, хотя тогда большого размаха у фестиваля, объединяющего телекомпании Московской области, не было. «Тонус» первым организовал такой телефорум. В 1997 год с благодарностью вспоминают и спортсмены. Тогда «Тонус» первым провел спортивный турнир по самбо в памяти Сергея Ивановича Тропинова. После этого спортсмены со всей страны стали приезжать в Сергеев Посад и на другие турниры по различным видам спорта. Дзюдоисты на турнир памяти Карпачева, теннисисты на турнир двойных, боксеры на турнир Григорьева, а тяжелоатлеты на турнир Бобкова. К сохранению памяти о выдающихся людях «Тонус» всегда относился очень трепетно. Он был первым инициатором и одним из организаторов строительства часовни на месте гибели отца Александра Меня в Симхозе в 1993 году. А уже в 2000-м «Тонус» провел первый телемарафон в поддержку строительства церкви Святого Лазаря Четверодневного на Новом кладбище. В первые дни 2008 года храм наконец-то увенчали золотыми пополами. В 2002 году «Тонус» инициировал создание первого профессионального муниципального театра-студия «Театральный ковчег». Перезвон колоколов в Сергеево-Фасадсе теперь будут слышать всегда с первыми аккордами гимна города. Музыкальный символ появился у вновь образованного городского поселения Сергий-Фасад в конце 2007 года, тоже благодаря «Тонусу». Еще было съемки документальных и художественных фильмов, издания газеты и книг, открытия экспозиции, музея боевой славы, земли Родонежской и многое другое. «Тонус» был первым во многом и, что самое важное, не боится быть первым до сих пор. Кто шагает дружно в ряд, это «Тонус» в ряд! Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш аукцион. Есть еще идеи, предложения по поводу третьего тома. Могу смело сказать, кто о себе не прочитал в первом и во втором тома, обязательно встретит себя в третьем. Мы находимся с вами, вот эта замечательная библиотека находится на очень хорошей, известной в нашем городе улице, по-моему, улице. Это улица, которая заслуживает того, чтобы на нее побольше обратили внимание в таком плане. На этой улице жили рядом дом Чиков, напротив дом двухэтажный жил первый институт игрушки Василий Петрович, Кочтов. Потом Василий Петрович Прякин. На этой желестничной площадке жили известный художник Орлов Александр Митин. Внизу жил Погорелков, известный кино, наш фотограф. Рядом находится дом, где жил постоянно народный художник России Беляев Николаевич Яковлевич. Рядом находятся большие мастерские и особенно сейчас видна галерея Виктора Бокова, который не увойдет Погрова. Виктора Богрова, извините. Войдешь и выходить не хочешь. Благодарю, принимается. Будущего народного художника России Василия Бойковский, божественное, отстает, пожалуйста, просьба всем. Замечательно. Спасибо большое. Это настолько широкая тема, что сейчас ее полностью развить достаточно сложно. Спасибо большое. Ну, а мы переходим далее. И сейчас я приглашаю на эту сцену народного артиста СССР, депутата Московской областной думы Вячеслава Михайловича Гордеева. Ну, вы знаете, добрый день. Я не ожидал. Я-то, в общем, в эту книжку не вошел. И поэтому я сегодня как зритель больше. Ну, я просто не поздно еще. Ну, да, надеюсь. Так вот, вы знаете, у меня вот чувство, сейчас, когда я присутствовал вот здесь, среди друзей тех, кто уже вошел в первые два тома, вы знаете, вот у меня все время какие-то пословица русские. Вот яблоко от яблони, или там рыбак рыбака. Вот все, кто выступал до меня, были люди, вот они как бы сродни Бокову. Вы знаете, такие динамичные, энергичные. И, наверное, это не случайно, потому что, в общем, мы как бы подзаряжаемся от тех, с кем дружим, с кем общаемся. Вы понимаете, вот те люди, которые не помнят того, что было, это наша беда. Те люди, которые помогают нам помнить то, что было, а самое главное, те вехи, через которые мы прошли, и тех людей, которые эти вехи создавали, это большая радость и счастье, и достоинство города, например, или страны. Так вот, то, что Сергей Боков гражданин в широком смысле, в большом смысле этого слова, это ясно из того, что было сегодня показано, и то, что я сегодня узнал. Я считаю, что мы должны быть благодарны тем людям, которые создают память о городе, о людях, о том, что вообще было в нашей истории. И я думаю, что и третий, и четвертый том, который будет создаваться, он будет именно о тех людях, с которыми он жил, о том городе, который он любит, о той стране, в которой мы все вместе живем, и частичкой Сергеев Посад является частичкой этой страны. И я думаю, что вот это будет главная его заслуга перед всеми нами, прежде всего, перед теми, кто живет в Сергееве Посаде, потому что это страничка истории, написанная им. Так что здоровья, счастья и творческих удач. А сейчас председатель городского совета депутатов Михаил Юрьевич Григорьев. Здравствуйте. Я хочу поздравить всех нас с выходом Сережиной книги. Эта книга тоже у меня не первый день, не первый месяц на полках, но, каюсь, я ее прочитал. И могу сказать в двух словах свое мнение. Наверное, каждый из нас имеет право судить об этой книге. Мне очень понравилась книга. Эта книга, на самом деле, как сказал Проханов, это исторические хроники наши местные. Но исторические хроники через призму взглядов Сергея Бокова, семьи Сергея Бокова, его друзей. И вы знаете, ведь большую часть этих событий я тоже знаю, я тоже их переживал. Но ведь интересно увидеть, а как глазами другого человека, а как глазами вот этого круга людей эти события оцениваются. Честная книга, сильная книга, порядочному человеку. С чем хочу еще раз поздравить не только нас, но и Сергея. Второе. Я хочу, чтобы мы вместе с вами сегодня поздравили Сергея аплодисментами. В последние, наверное, рабочие дни прошлого года состояло заседание комиссии, на которой выбирали победителя гимна города Сергеев-Посад. На самом деле это решение, это событие, оно не менее важно и значимо для всего города и для Сергея Бокова, чем вот события, обсуждаемые сегодня. Я предлагаю все вместе поаплодировать и поздравить Сергея. Его вариант был признан победителем. И последнее. Безусловно, как политик, не могу не сказать о политике. Я надеюсь, что третий том также честно будет излагать те события, которые происходят. Наши дети, мои, заглядывают в эту книгу. Не только потому, что там написано Михаилу Григорьеву, другу, мне это приятно. А еще и потому, что там написано тоже об отце. А детям интересно заглянуть и прикоснуться, понять, что книга – это не просто книга, которая стоит на полке. А можно заглянуть и увидеть что-то о своем отце, что-то о нашей семье. Я хочу, чтобы излагались факты и дружеских отношений команды, но и факты того, что сегодня происходило, с чем мы сталкивались, чего мы вместе добивались. И еще. Сережа ведь тоже политик. И политик, на мой взгляд, очень сильный и достойный. Я хочу, чтобы и присутствующие здесь его коллеги, и на заседании совета еще чаще прислушались к Сергею. А те, кто имеет отношение к предпринимательской деятельности, по возможности помогли в выпуске третьей книги. И снова мы приглашаем на эту сцену нашего давнего друга, партнера Раису Саидшах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однажды в суматохе дня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня не будет в январе, когда морозы на дворе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 главу Сергиево-Пасадского района Анатолия Александровича Упырева. Дорогие друзья, когда я сегодня пришел в этот зал и начал задумываться о том, все-таки что главного сегодня происходит именно в этот день, презентации или книги, либо встреча самых близких и, может быть, ответственных людей, которые у нас в районе живут в городе. И потом все-таки я понял, происходит то, что можно назвать словами Сергия Радонежского. Любовью и единением спасемся. И вот все, кто здесь выступал, в той или иной степени говорили о любви. О любви к своей малой родине, о любви к Казихе, о любви к Угличу, к Скобе, о любви к тем прудикам, к тем карасям, которые у плотины, о любви к людям, к народу, о любви к храмам, к нашей святыне, к культуре. И мне очень приятно, что действительно сегодня не происходит какого-то однобокого мероприятия, только бокову посвященного. Это действительно гораздо шире получилось мероприятие. И я поздравляю с этим непосредственно Сергея Евгеньевича. Так вот, все-таки, именно, наверное, главное, это откуда появилась книга, откуда появилась другая книга, храм Радонежского края «Возвращение к вере», которую я сегодня хотел бы вручить непосредственно директору этой библиотеки, библиотеки имени Розовного. Это я вручаю вам лично на память. Дело в том, что сегодняшний пример презентации книги «Напряжение» Сергея Бокова — это тоже, несомненно, из той любви, которую видит Сергей к людям, к жителям, к городу, к нашему прекрасному Сергею Посаду. Я поздравляю Сергея Евгеньевича, я поздравляю всех присутствующих, желаю всем доброго, здоровья, и ждем Сергея Евгеньевича третий, четвертый тома. Спасибо. Очередной пленум Союза писателей России был назначен на три часа дня. На повестке дня у собравшихся было два вопроса. Еще задолго до назначенного времени к зданию Союза писателей начали подходить известные в Москве, да и во всей России деятели культуры. Стоит сказать о том, что все торжество проходило не просто в здании Союза писателей, а в некогда бывшем доме семьи Ростовых. Однако ждали почетного гостя торжества, Сергея Владимировича Михалкова, председателя исполкома. Он приехал на пленум на своем мерседесе, который подарил драматургу на 90-летие президент России Владимир Путин. Все поздравления и речи проходили в Голубом зале Союза. Как подметил Сергей Михалков, всегда приятно вспомнить свою молодость и удивиться о содеянном в те годы. Сергей Владимирович Михалков прошествовал в свой кабинет, в котором, кстати, раньше работали Горький, Фадеев и даже Сталин. И именно там вручил заслуженные награды Сергея Вапасадскому поэту Сергею Бокову. Наш писатель, наш соратник Сергей Боков, он же вот в кинокомпании, мы ему награждаем, его награждаем медалью 70 лет Союза писателей СССР за вашей подписью. Спасибо. Спасибо большое. Семья Ивановича. Поздравляю. Большая честь. С нашей наградой. Это, конечно, не очень. Это не важно. Важно, что я получаю это из рук самого Михалкова. После того, как медаль была вручена Сергей Боков и Сергей Михалков, в непринужденной беседе вспомнили реальные случаи из жизни мэтра, а именно его встречи с Иосифом Сталиным. Сергей Иванович, а правда была такая история, связанная со Сталиным, когда вы у него попросили ручку, которым он подписал гимн? Ну, во-первых, ручку не подписывал. Ага. А карандаш? Карандаш. Но все-таки это было. Ну, что-то в этом вроде было. Тогда я вот эту ручку, которую вы мне сейчас подписали, книги, тоже, если с вашего разрешения, забираю на память. Да, это Боков. Ну и поскольку наша презентация плавно подходит к своей финальной части, я приглашаю на эту сцену секретаря исполкома Международного сообщества писательских союзов, секретаря правления Союза писателей России, главного редактора журнала «Российский колокол», академика Петровской академии наук и искусств Максима Замшева. Добрый день. Конечно, очень трудно говорить после столь уважаемых людей, когда все достоинства героя нашего вечера очевидны, и достоинства книги несомненные. Но все же хочется мне заострить внимание на одну вещь. Книга большая, книга интересная, но говорилось и о ценности этой книги для Сергиева Посада, и о ее ценности как некого документа эпохи, где на примере одного города и одной группы единомышленников вся история последних 15-20 лет отразилась. Но важно еще одно. Последнее время, эти же самые 15-20 лет, мы в нашей стране, к сожалению, наблюдаем, как постоянно все обстоятельства действия власти и геополитические условия ведут к тому, что материальный человек, к сожалению, торжествует над человеком духовным. И вот в книге очень хорошо видно, что все-таки духовный человек Сергей Евгеньевич, несмотря на всю его деловитость, на его активность, на его практическую жилкую энергию, этот духовный человек в нем сильнее. И то, чем занимается тонус все эти годы, это дело очень духовное, дело общероссийского масштаба. Хорошо, что у Сергея Евгеньевича много единомышленников, по этому залу это видно. И что, в общем, здесь, в этом городе, как я всегда говорю, в некой такой русской духовной столице, мне кажется, духовных людей поддерживают, духовных людей ценят. И ценят и самого Бокова, и Боков делает все, чтобы духовных людей ценили. Управление Московской областной организации, учитывая все эти обстоятельства, и перечисленные мной, и перечисленные в речах уважаемых сегодня выступающих, приняло решение о награждении Сергея Бокова золотой есенинской медалью. Медаль эта очень редкая, эксклюзивная. Среди тех, кто ей награжден, Сергей Владимирович Михалков, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, Степашин, многие большие писатели, Айтматов, Бондарев. И вот сейчас я под ваши аплодисменты вручу эту медаль Сергею Евгеньевичу Бокову. Дорогие друзья, ну, как вы поняли, сегодня вот уже концептуально уже раскусили нас, для чего мы вот таким образом сегодня проводили нашу встречу. Я сам попросил об этом, что главное все-таки не один герой, главное все люди, которые проживают в нашем городе, в стране ли, в мире. Мне приятно, что вот здесь сидят люди, практически все, на 99% герои, повествования, о котором сегодня так много хороших слов было сказано. И, наверное, действительно этим ценно произведение любого, наверное, автора, неважно, кто тут Боков, или там Пирогов, или Петров, вот, но я просто хочу в первую очередь сегодня поблагодарить тех, которые на самом деле помогли, если говорить о книге, помогли в ее издании. Это люди, которые деньгами, словом, делом, помогли осуществить мою мечту в написании большого произведения. Второе, конечно, я уже повторюсь, что здесь сидят герои вот этой книги, и будущие герои следующего и следующего тома, и так далее, и так далее. Все, конечно, будут учтены, предложения, и мы будем их вместе обсуждать, будем встречаться, будем спорить, будем докапываться до истины. Вот, потому что у нас, конечно, есть замечательные писатели, которые отслеживают историю нашего края, и Юрий Николаевич Палагин здесь сидит, ну, и многие, многие, я не буду просто всех перечислять, которых я уважаю и причисляю к своим учителям. Я у них учился всю жизнь, и я старался быть на них похожими, они были для меня духовными, нравственными, какими угодно ориентирами. Вот, мне приятно, что младшие по возрасту люди, но занимающие какие-то вот высокие посты и профессионально посвятившие себя литературному творчеству, вот такие вот, как Александр Ананичев, представитель нашего союза писателей. Конечно, мне очень приятно оценка профессионалов и моих коллег по Перу. Вот, я хочу сразу подвести итоги, вот меня тут тычет в бок. Альберт, да, подведи итоги, подведи итоги, да, подведи итоги. Вот, ну там, про соавторство. Все-таки Николай Сергеевич Митин победил. Вот, с предложением, да, с предложением вникнуть в проблемы и в биографии людей, проживающие до определенного момента, до 40-х годов, потому что после 40-х, ну, после 60-х уже окончательно стали выселяться, вот, из лавры. Вот, а так как моя бабушка Варвара, если там кто-то так читал, вы помните, была комендантом общежития лавровского, вот, и она погибла на этом поприще, когда спасала от голодной смерти проживающих там жителей, в стенах, которые жили. Она пошла за коровой, привела эту корову, сама обморозилась, и простудилась, и умерла. А люди, которые потом, ну, в общем, с помощью этой коровы продержались вот эту голодную зиму, они, значит, вот ей до сих пор благодарны. И вот у нас есть даже письма, записочки там, поминальные, вот, за бабушку Варвару, да. Ну, вот, сохранились там. Вот, и, значит, поэтому мне, конечно, вот это очень понравилось, и я думаю, что, Николай Сергеевич, мы теперь с вами теплыми вечерами будем встречаться, и вы мне будете рассказывать подробно о тех людях, которые сегодня вы перечислили, и мы будем их, наверное, в общем-то, как-то вот дело это двигать. Вот, и в конце совсем уже я хочу, конечно, поблагодарить всех, кто сегодня пришел, вот, и кто подготовил это мероприятие, вот, а особенно есть такой человек здесь, конечно, все особенные на самом деле, но есть один человек, который мучился со мной, можно сказать, больше всех, но это после, естественно, Ольги Васильевны Куликовой, которая первая начала первую строчку печатать, Светочка Васильева, она же Конькова, секретарь, это когда вот все они писали со мной вместе, все это вот там смотрели, редактировали, но есть еще один, вот, Татьяна, где здесь Михаил, где? Не вижу. А, вижу, вот, Татьяна, можно вас на секундочку пригласить сюда? Вот, друзья мои, я хочу, чтобы вот этому скромному труженику тыла поаплодировали отдельно. Она является верстальщицей «Все для вас», нашего генерального там издательства, да, вот такого вот полиграфического, вот она, бедняга, ночами верстала мои ужасы вот эти, понимаете, она смотрела, она, почему, Сергей Евгеньевич, вам не нравится, что строчки раздернуты, буквы не в ту степь, а потом, ну, в конце концов, когда уже она, ну, мы с ней ослепли вместе, мы хорошо видели раньше, вот весной мы хорошо с вами видели, да, сейчас я просто вышел без очков, а теперь мы плохо видим, потому что сто раз тысячу триста страниц перепечатать, вы понимаете, это, вот, ну, там, мы искали, компьютер нам вот не понравился, да, Татьяна Михайловна? Ну, сначала не понравилась, потом мы не привыкли. Потом привыкли. Ну, вы знаете, там есть у компьютера, вот, то есть нет такой программы вообще в современных компьютерах, чтобы строчечки и буковки ровненько ложились. Они иногда разбегаются, такие большие-большие промежутки, вот меня это искренне бесило. Я не пойму никак, ну, что же вы не можете сделать-то, ну, с компьютером-то, ну, как, а, нет, да программа эта, ну, какая программа, ну, сдвиньте вы их там, ну, как-то сдвиньте. Ну, когда сжимаешь, там, одну строчку сдвинул, посыпалось уже с 456-й, там, страницей все посыпалось, или перенеслась фотография, там, и так далее. Вот Татьяна Михайловна, она все это выдержала, печатала вручную, компьютера же нет такого в мире. Честь и хвала. Куда-куда? Куда-куда, Натяна Михайловна? Выключёшь в столбе. Я пользуюсь случаем, да, вот, Татьяна Михайловна. Хочу вам лично, никому не дарил цветов, вообще редко женщинам дарю цветы, жалко их. Я думаю, еще не верстается. Да. Вот, это вам на память, чаи гонять с крысятами там, и вот цветочки, да, вот, чтобы, вот, поздравляю, спасибо. Спасибо. Можно сказать несколько слов? Так я и знал. Правду будете говорить? Ну, я думаю, правда. Вот я считаю, что выход любой книги в свет, это начало дороги в вечность. И поэтому я сегодня хочу поздравить Сергея Евгеньевича, его родных, и, конечно, всех героев напряжения с таким событием. Я думаю, что в дальнейшем его книгам будут изучать историю нашего Сергея Посада. Вот. Еще в профессиональном плане было мне очень приятно, что встретилась с таким замечательным автором, с замечательным человеком, и, конечно, объем книг меня тоже привлекал. И добрым, и добрым. И в первую очередь я хочу отметить, что Сергей Евгеньевич был очень требовательным, но он был требовательным к другим, и, наверное, еще в несколько раз больше требовательным к себе. Это тоже очень хорошие качества, я считаю. Спасибо. И второе, что я увидела, как преданы все ему люди, которые с ним работают. Это тонусовцы. Я с ними тоже непосредственно сотрудничала. Это тоже дорогого стоит, я думаю, для любого руководителя. Я видела, как он с любовью относился к своим мамам. Там были проблемы со здоровьем, и как он заботился о ней. То есть 9 месяцев мы делали эти книги, и всего тут было много. Но остались очень добрые, приятные впечатления. Я пожелаю Сергею Евгеньевичу вам здоровья. И вам здоровья. Ну да. Спасибо. Надеюсь, что верстачку вы не смените. Говорите, говорите. Говорите вот сюда. Пожелаю вам быть всегда в центре событий, встреч интересных с новым героем ваших произведений. Спасибо. Ну и, конечно, все для вас, всегда вам рады. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 Ну, на самом деле, все, конечно, вот хорошее, к сожалению, как-то вот имеет свое завершение какое-то. Действительно, мне приятно, что вспомнили и мамочку мою, она собиралась, костюм сшила и давление ее сегодня скосило утром. Вот. И, конечно же, я хочу, чтобы мы все дружны сегодня, так как вот эта сегодняшняя встреча первая в преддверии нескольких юбилейных вечеров, посвященных нашей фирме, которая в этом году уже, можно сказать, 25 лет уже свершилась. вот четверть века мы трудимся на нашей земле, на благо нашего города и очень надеемся, что все мы, герои, это или другое, или других множества книг и вообще проживающие граждане в нашем городе будем всегда его любить и относиться к нему бережно, а к себе с большей любовью и ответственностью. Всем спасибо. Спасибо. Ну и по традиции установившейся в этих вечерах встречах на Валовой мы приглашаем на эту сцену директора Центральной районной библиотеки имени Розанова Татьяну Николаевну Мишонову. Дорогие друзья, сегодняшняя встреча из цикла встречи на Валовой подошла к концу, к своему хорошему завершению. Я думаю, что сегодня нам всем вместе здесь было приятно, потому что все, что связано с нашим любимым городом, в котором мы живем, все, что связано с его жителями, с его людьми, живущими или уже умершими, это наша с вами светлая, хорошая память. И правильно здесь говорилось, если сказал наш депутат Гордеев, «Если нет памяти, нет будущего». сегодняшняя книга, она особенная, потому что рассказывает не об одном человеке, она рассказывает о нас, живущих здесь. У нас есть традиция, по завершении встречи мы обязательно дарим подарок от библиотеки. И сегодня я не изменяю этой традиции, мы приготовили, долго думали, что подарить Сергею Евгеньевичу, и решили подарить вот такую удивительную книгу, я думаю, что ему будет очень интересно, «Лавров. Русские символисты». Это для написания следующей книги, чтобы расслаблялся. И мы совсем недавно... Анатолий Александрович даст расслабиться. И мы совсем недавно презентовали книгу, альбом нашего великого художника Захарова, и вот у нас есть экземпляр. Мы хотим тоже с благодарностью Сережа тебя подарить. Спасибо. Книга лучший подарок. Книга лучший подарок. Я никогда не дарю цветы мужчинам, как и женщинам, но сегодня... Отходим от традиции. Но сегодня этот букет даже не Сергею Евгеньевичу. это всем тем героям этой удивительной книги «Напряжение». Всем, о ком сегодня говорилось, кто выходил на эту сцену. Вот этот букет это нам всем. Спасибо. Через Сергея Евгеньевича. Спасибо всем. И завершает наш вечер песня, которая так и называется «Любимый город». Музыка Романа Бодрова и Сергея Бокова «Слова Сергея Бокова». Исполняет певец-композитор Роман Бодров. Не спится людям раз в году Дурачатся Поют и пляшут На белом сказочном пруду Крылами в юго Лебедь машет И в эту праздничную ночь Желаем счастья Мы друг другу Плохие мысли Гоним прочь И тост Пускаем свой по кругу Чтоб душа Подольше не старела Чтобы до сего Нам было дело Тонус повышался Даже в холод Чтобы расцветал Любимый город Чтоб душа Подольше не старела Чтобы до всего Нам было дело Тонус повышался Даже в холод Чтобы расцветал Любимый город Когда в волшебной ночи свет Безжалостно Погасит утро Нам остается Только след Хлопушек Праздничная пудра Мы с днем рождения Новый год Уже устало Поздравляем А нас еще так много ждет Друзья Себе давайте пожелаем Чтоб душа Подольше не старела Чтобы до сего Нам было дело Тонус повышался Даже в холод Чтобы расцветал Любимый город Чтоб душа Подольше не старела Чтобы до сего Нам было дело Тонус повышался Даже в холод Чтобы расцветал Любимый город Субтитры создавал DimaTorzok Чтоб душа Подольше не старела Чтобы до сего Нам было дело Тонус повышался Даже в холод Чтобы расцветал Любимый город Чтоб душа Подольше не старела Чтобы до сего Нам было дело Тонус повышался Даже в холод Чтобы расцветал Любимый город